Здоровая грядка начинается со здоровой рассады. А с чего же начинается здоровая рассада? Ну, конечно, скорее всего, со здоровых семян. И, к сожалению, по виду семян мы не можем сказать, насколько они здоровы и насколько качественную рассаду они нам обеспечат. Поэтому рано или поздно наступает момент, когда мы вынуждены столкнуться с протравливанием семян. Особенно, если эти семена заготавливаем мы сами. Как правило, это делают садоводы относительно семян огурцов, помидоров, когда какой-то хороший сорт показал себя во всей красе. И, соответственно, его терять мы не хотим, а может даже просто и не помним его название. Поэтому семена оставляем себе и затем на следующий год проращиваем. Поэтому нужно их иногда протравливать. Мы расскажем о самых доступных протравливателях или обеззараживателях семян. Это тема нашего сегодняшнего разговора. Доподлинно известно, что еще египтяне протравливали свои семена. То есть, те семена, которые найдены в усыпальницах, обладали повышенной концентрацией определенных солей. Из чего ученые сделали такой вывод. Ну и, соответственно, первое, что пришло им в ум и что было доступно, это, конечно же, соли меди. Тоже, в принципе, что используем мы сейчас. И поэтому, несмотря на то, что многие считают, что протравливание это дань современности, это было уже давно. Итак, приступим. Самое доступное средство для обеззараживания семян, которое есть у каждого, это вода. И вода, нагретая до температуры примерно 50 градусов, обладает способностью обеззараживать семена, убивая многие клеточные формы живых организмов. Но, к сожалению, есть еще один метод, который называется метод обработки кипятком, который некоторые воспринимают дословно. И отсюда некоторые непонимания, потому что обрабатывать кипятком на самом деле не нужно. Просто нужно обрабатывать очень горячей водой, примерно температурой 80 градусов. Но, следует отметить, что научно доказано, что если семена залить водой температурой примерно до 80 градусов, дать ей остыть в воде. И после этого семена лишаются многих патогенных микроорганизмов, причем они убиваются даже еще и не только на поверхности семян, но и внутри. Поэтому такой метод относительно действенный. Но применять его я бы не рекомендовал, потому что не у каждого есть хороший термометр, хорошая баня, которая может поддерживать нужную температуру. Да и действительно, все-таки кто-то даже после того, что я сказал, все равно обдаст семена кипятком. Поэтому мы перейдем к стандартному научно описанному методу. Это помещение семян в воду температурой примерно 50 градусов. Конечно, если кто-то решит это попробовать, лучше посмотреть в интернете точные характеристики температуры и времени выдержки для каждого сорта семян. Для этого семена помещаются, в принципе, для любых обработок это удобно делать. Семена нужно поместить в марлевый отрез. Если семена маленькие, нужно взять хлопчатобумажную ткань, чтобы они не проваливались, завязать кулечком и в таком виде их обрабатывать. Это удобно не только для обработки, но и последующей промывки семян, потому что некоторые средства требуют после обработки достаточно хорошего промывания. Поэтому семена помещенные в кулечек, марлевый или хлопчатобумажный, просто-напросто помещаем температуру воды на примерно 45-55 градусов в зависимости от сорта. Но если вы это сделаете на 50 градусов, то, как правило, вы не ошибетесь. Самые распространенные семена именно при такой температуре и обеззараживаются. 50 градусов Цельсия 20 минут. За это время семена прогреваются, лишаются патогенных форм микроорганизмов. И после этого их можно, обсушив, спокойно использовать сразу же для проращивания, для посадки в землю. Если же эти семена вы хотите хранить, то после такой обработки их нужно высушить и поместить на хранение в сухое место. Следующий способ обработки, который доступен, в принципе, каждому, это обработка холодом. Для этого, опять же, не нужно никаких особых средств. Семена можно прямо в коммерческой упаковочке. Мы помещаем в морозильную камеру на минус 20. Оптимальное время двое суток, но иногда достаточно просто 5 часов. Однако это время, скорее, для стимуляции роста. Для обеззараживания тут время измеряться должно в сутках. Такая обработка убивает патогенные организмы даже внутри семян. Даже некоторые, в принципе, и патогенные вирусы, которые уже находятся непосредственно в зародыше, тоже могут таким способом погибать. Следующий способ обеззараживания семян, всем известная белизна. Это раствор хлора. Хлор, как многие знают, это очень ядовитое вещество. Молекулярный хлор, в принципе, не встречается в норме в природе. Это вещество, полученное человеком. Но здесь хлор тоже находится в соединении. Активно действует на большинство микроорганизмов и даже вирусов. Убивает даже вирус табачной мозаики. Но минус в том, что, во-первых, дурно пахнет. Во-вторых, не действует на патогены внутри семян. Пользоваться довольно легко. Непосредственно раствор, который продается, нужно всего лишь разбавить в 5 раз. Что это значит? 1 литр этого средства белизны в данном случае на 5 литров воды. Замачивать от 15 до 30 минут. Большую концентрацию делать не рекомендуется, так как теряется всхожесть семян. Ну, наверное, об этом и все. И мы переходим к следующему вполне распространенному средству. Это перманганат калия. В народе просто марганцовка. Продается в таких 5-граммовых пакетиках. Многие, несмотря на то, что знают, как пользоваться и что нужно именно марганцовкой пользоваться, пользуются ей не всегда правильно. Дело в том, что для получения искомого эффекта обеззараживания нужно делать очень концентрированный раствор. Однопроцентный. Однопроцентный раствор, это значит, что 5 граммов этот пакетик нужно всыпать всего лишь в пол-литра воды. Целый пакет в пол-литровую баночку воды. Некоторые не пользуются таким концентрированным раствором по той причине, что боятся, что называется, сжечь семена. Однако, больший вред может причинить не столь концентрированный раствор, сколь нерастворенные гранулы этого вещества в воде. Поэтому готовим раствор в одной посуде, переливаем в другую и там уже используем. И там уже обеззараживаем семена, потому что кристаллики остаются на дне. Все очень просто. Причем слабо фиолетовый раствор используется только для обеззараживания почвы, грунта, перед посадкой или даже в огороде. Следующее средство, которое есть практически у каждого дома в домашней аптечке, это перекись водорода. Трехпроцентная. Ошибка у многих садоводов заключается в том, что этот раствор разбавляется. Нет, нужно использовать трехпроцентный готовый раствор прямо из аптеки. Плюс такого раствора заключается в том, что это природное на самом деле средство. Дело в том, что все клетки растения в большей степени и у нас в меньшей степени выделяют это вещество в норме. Более того, в последних научных работах перекись водорода называется гормоноподобным веществом. В небольших концентрациях перекись водорода влияет на все физиологические процессы растения. Поэтому после обработки перекисью даже не требуется отмывание семян. Достаточно их высушить, чтобы они еще полежали. Либо же их сразу же после обработки использовать для проращивания или для посадки в почву. Ну и еще вещество, которое некоторые используют для обеззараживания семян, это хлоргексидин. Вещество аптечное, в принципе очень хорошо работает, действительно убивает много видов. Практически все поверхностные микроорганизмы, которые находятся на семенах, будут погибать при действии этого вещества. Так же как перекиси, так же как и белизны, время воздействия примерно 15-30 минут. Разводить аптечное средство тоже не в необходимости. Оно действует именно в этой концентрации и безопасно для растений. Минус только один. Если вы случайно решите прогреть или нагреть это вещество, то спешу сообщить, что хлоргексидин при нагреве более 40 градусов может выделять токсичные вещества. Ну и йод. Йод некоторые используют в домашних хозяйствах для обеззараживания семян. Однако в научных статьях все-таки сказано, что для простой дезинфекции йод не подходит в тех концентрациях, которые рекомендуют. Это одна капля примерно на стакан воды. Поэтому йод не называется действием, действенным средством. Но тем не менее, этот метод имеет место быть. Ну и конечно, самые природные и самые, скажем так, народные средства это алоэ. Алоэ и чеснок. Из алоэ мы выдавливаем сок, разбавляем его один к одному и обрабатываем семена. Особенность следующая. Для того, чтобы это средство подействовало, желательно веточку алоэ накануне за двое суток бросить в морозильную камеру. Алоэ должно проморозиться для того, чтобы простимулировать выделение еще и роста стимуляторов и иммуностимуляторов. В соке алоэ, тогда действие будет вдвойне полезным. Что касается чеснока, я его даже уже и не показываю. Все его видели. Достаточно два зубчика чеснока размять на чеснокодавилке. А еще лучше просто размять чем-то не металлическим. Бросить в воду на 100 миллилитров воды и, соответственно, выдержать примерно сутки. Можно чуть-чуть больше. И уже этим средством обрабатывать семена. В том случае, что я вам назвал все эти вещества, все эти средства. Прежде чем их использовать, желательно все-таки почитать о правильном их использовании. Ну и сейчас мы посмотрим, что получилось в результате их использования. Итак, прошла неделя. Парочку дней у меня ушло на подготовку. Я готовил среды, готовил семена для того, чтобы обрабатывать и провести вообще в целом эксперимент, чтобы все согласовывалось. И, наконец-то, я готов предоставить вам результаты по обеззараживанию различных вещей, по обеззараживающему действию различных вещей на семена. В качестве семян я использовал семена огурца. В некоторых научных статьях говорится о том, что семена огурца вообще лучше не обеззараживать, но тем не менее, кто этим не брезгует сейчас. Итак, результаты. Ну, начнем, наверное, с йода. Если говорить об этом соединении, еще и в статьях говорится, я еще раз напомню, что не имеет он сильного обеззараживающего действия в тех концентрациях, которые рекомендуются для растений. Поэтому, ожидаемо на среде довольно много различных микроорганизмов и грибов. Хотя, стоит отметить, что по сравнению с контролем, прорастание происходило гораздо живенько, живее. И, соответственно, проростки на данный момент четырехдневные больше, чем проростки, которые просто поливались водой, то есть в контроле. Следующий рецепт это настойка чеснока. Чеснок проявил себя хорошо в плане прорастания, но ничем не отличается от обычных контрольных семян. А вот на среде семена довольно чистенькие, хоть и наблюдается несколько колоний, я так понимаю, бацилл и какие-то грибы. Определять, естественно, на таком сроке, да и в наших условиях, я не стал, потому что я не миколог. И точно определить, что за грибы, я в это даже не берусь. Следующее действующее вещество это белизна. Кто-то рекомендует разводить ее один к трем, в статьях зарубежных авторов концентрация приводится 0,5%, то есть в 10 раз примерно свежую готовую белизну разводить. Ну, оказалось, что прорастание идет очень слабенькое семян. При этом на среде оказалось немного микроорганизмов, кое-какие грибы, в принципе, обеззараживает, но и угнетает прорастание. Разбираясь с этим фактом, я выяснил, что в составе белизны некоторых производителей, в данном случае, как у меня, еще и входит гидроксид натрия, то есть это щелочь. Возможно, это его действие, такое слегка подавляющее прорастание. Следующее вещество, ну, давайте поговорим про алоэ. Довольно хорошо проросли семена, но при этом на среде питательной буквально через пару дней очень сильно все заросло грибом. И, судя по всему, это какой-то аспергил. Следующее обеззараживание с помощью замораживания в морозильной камере на минус 20. Проросли семена отлично, все полностью хорошо растут и даже проросли на питательной среде. Однако, одно семя все-таки покрылось белой плесенью, причем не следует говорить, что это какая-то вредная плесень, потому что семя внутри нее тоже проросло. Следующий вариант, который использовался для обеззараживания, это, который не заявлялся в первом части видео, но пришел на ум по ходу. Это фуроцелин, почему бы и нет, легко купить в аптеке и абсолютно недорогое вещество. При этом, что самое интересное, очень сильная стимуляция роста, все семена проросли, проростки такие же, как и от йода, очень вытянутые, плотные и большие. При этом фуроцелин на среде обеззараживания сильного не показал, довольно грязные семена остались. Ну и, конечно, куда без марганцовки. И тут, опять же, интересные результаты. Проращивание семян после обеззараживания марганцовки прошло хорошо, семена проросли, неплохо, практически так же, как в контроле. Но на среде осталось очень много грязи. И, более того, практически ни одно из семян на среде питательное не проросло. Что, в принципе, не ставилось в задачу. Но такой интересный факт, потому что от действия всех остальных обеззараживающих средства, семена прорастали в той или иной мере на средах. Вот такой интересный результат, который может показать, что иногда есть некое выборочное действие. Возможно, это связано именно с семенами огурца. Еще одно средство, которое я использовал для проверки, которое в первой части видео о нем я не говорил. Но это триходерма. Итак, в результате эксперимента видно, что семена абсолютно хорошо проросли. Во-вторых, они довольно плотные проростки. И, конечно же, что происходит на среде питательной. Семена практически полностью окружены быстро растущей колонией триходермы. Триходерма заняла уже на четвертые сутки практически, как видно, всю чашку Петри, всю ростовую среду. Из-за того, что триходерма практически полностью всю питательную среду покрыла собой, можно сделать и следующий вывод, что никакие паразиты под ней, скорее всего, там просто-напросто не выжили. Во всяком случае, их не видно. При этом семена проросли практически все. Ну и следующее, последнее вещество, к которому я хочу перейти, это, как я считаю, фаворит данного исследования, это перекись. Во-первых, хорошо семена проросли и, в принципе, ожидать другого не следовало. Но самое важное то, что на среде питательной оказалось минимум любых колоний микроорганизмов, как грибов, так и бактерий. Всего лишь маленькая-маленькая колония подроста какой-то неизвестной бактерии, возможно, занесенной мной во время раскладки семян. Вот, и так, так как у нас фаворитом является перекись, я немножко подробнее расскажу о том, как используют перекись для обеззараживания. И здесь, конечно, существует очень много различных вариантов. Все дело в том, для чего перекись использовать. Как рекомендуют, допустим, американские ученые из Института Дэвиса в Калифорнии, можно использовать перекись буквально на 5 минут, 3-процентную, но нагреть до 50 градусов Цельсия. Дело в том, что перекись используют еще и в промышленном производстве семян. То есть, тогда, когда нужно использовать, вернее, обеззаразить большое количество семян, несколько центнеров, тогда используют от 3-процентной до 20-процентной перекиси. Однако, показано, что лучше всего использовать 3-процентную. Дело в том, что даже при выдержке в районе 30 минут в такой перекиси семена начинают нагреваться и лопаются семенные оболочки, что, в принципе, не наблюдается при обеззараживании наших бытовых количеств семян. Есть еще одна особенность у перекиси. Дело в том, что, по сути дела, любая концентрация перекиси является действующей. Все дело только в выдержке семян. Сколько времени мы обрабатываем семена и в каком количестве уже готового раствора. Я использовал 3-процентный раствор сразу свежей перекиси, купленной в аптеке. Для такой концентрации, да много, последнюю статью, которую я читал по изучению активности перекиси, это 22-го года, прошлым летом вышла статья в журнале «Болезни и защита растений», естественно, зарубежный. И там говорится о том, что 3-процентная подходит идеально. Во-первых, она убивает все паразиты на поверхности семян. Во-вторых, это является природным ростостимулирующим веществом. В-третьих, это является гормоноподобное вещество для растений. А что это значит? Это значит, что стимулирует различные жизненные процессы, в том числе и иммунную систему. Поэтому даже маленькие количество перекиси будут стимулировать собственную иммунную систему в семени, зародыша. И он будет уже даже помогать справляться с разной заразой. Тем не менее, следует говорить, что само растение уже обладает низким количеством, физиологическим количеством перекиси водорода в своих клетках. В принципе, как и наши клетки. Следует говорить о том, что с помощью перекиси, вот такой низкой концентрации, гораздо ниже, чем 3%, в сотни раз ниже, чем та, которую я использовал. Но перекись водорода все равно будет работать, просто потому, что даже наши иммунные клетки убивают патогены с помощью низких концентраций перекиси. Просто точечно выделяя ее в момент, когда наши, скажем, фагоциты обнимают бактериальные клетки, поглощают их и выделяют прямо к клеточной мембране маленькие дозы перекиси водорода, которые убивают те же самые бактериальные клетки. Поэтому, если вы вдруг решите разбавить перекись раз в 10, то просто выдерживайте несколько часов семена. От 2 до 10 часов, почему бы и нет. При этом запомните, что плюс перекиси в том, что семена после нее не нужно отмывать. Ну, на этом я, наверное, свой обзор заканчиваю. Немножко я помогу тем хейтерам, которые начинают, то есть те люди, которые будут искать какие-то подвохи в этом эксперименте, говорить о том, что правильно, что неправильно. Конечно, даже с точки моего зрения, этот эксперимент не совсем корректен. И я это, конечно, понимаю. Ну, во-первых, среда, она не подходит для всех микроорганизмов. Конечно же, нужно очень много повторов. Конечно же, все эти вещества будут для разных семян по-разному действовать. Я много могу найти здесь каких-то подводных камней, но в целом я хочу сказать самое главное во всем этом эксперименте. Любое обеззараживание семян, оно несет еще и вторую функцию. Убивается и полезная микрофлора. А это иногда является и главным фактором. В последнее время появляется уже много научной литературы, авторы в которых кричат о том, что не нужно увлекаться обеззараживанием. И делают исследования, доказывающие, что семена полностью избавленные от всей микрофлоры теряют свою энергию, плохо прорастают. Затем рассада потом страдает от болезней. Поэтому лучшим все-таки средством для обеззараживания семян может, конечно, являться и перекись. Но в любом случае, после таких обработок всегда используйте какие-то биологические препараты, заселяющие затем и самые проросшие семена, проростки, рассаду, почву, в которой вы будете выращивать. Вносите те полезные микроорганизмы, которые там изначально должны быть. Хотите, используйте триходерму, хотите, используйте сеную палочку. Что угодно. Главное, чтобы дать вот этим выстерилизанным семенам хоть какую-то поддержку в плане помощников микроорганизмов. Я надеюсь, это видео было всем полезно. Тем, кому это видео было не полезно, прошу в комментариях придерживаться интеллигентного способа общения. Потому что я считаю, что если вы мне пишете в грубой форме, обзывая меня или как-то не аргументируя свои претензии, это недостойно поведения нормального человека. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok